ДИНАМО 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 И отработать, и успеваем, и слава Богу, отдохнуть. Как энергетики Нижнекамска живут и работают на ТЭЦ, увидела Зарина Ахметова. Пандемия не помеха дорогам быть. Устройство дополнительной полосы движения, уширяемую часть. И фрезерование покрытия, полностью покрытие будет меняться. Как реализуется национальный проект «Безопасные дороги» знает Алия Херудзинова. Светлая Пасха в особых условиях. Мы же русские, у нас праздник великий. Как миллионы верующих готовятся встречать главный праздник дома? Подробнее Наталья Мезина. Еще 16 новых случаев заболевания коронавирусом в Татарстане подтверждено за сутки. Такие данные приводит оперативный штаб республики. Пять человек госпитализированы. Таким образом, сегодня в Татарстане 160 человек с диагнозом COVID-19. Всего выздоровели 28 человек. В целом по стране новый антирекорд. За сутки 4785 заболевших. Больше трех тысяч россиян вылечились. Пика заболевания мы еще не достигли. От Москвы волна уходит в другие регионы. Об этом Владимир Путин сообщил накануне на видеоконференции с губернаторами. Слова президента России Рустам Мениханов озвучил на субботнем совещании. Он отметил, сегодня в республике принимаются все необходимые меры защиты. Система здравоохранения полностью готова. Развернуты волонтерские пункты. Большая нагрузка ложится на правоохранительную систему. Обращаясь к жителям Татарстана, Рустам Мениханов заявил, пока ослабить ограничения в республике невозможно. Я официально обращаюсь к жителям Татарстана. Это делается не из-за какой-то прихоти. Это делается во благо вашего здоровья. Здоровья ваших близких. Исходя из этого, я прошу отнестись с пониманием. Меры, предпринимаемые в республике, они только нацелены на то, чтобы минимизировать те риски, которые сегодня есть. Чем строже мы подойдем к себе, тем меньше у нас будет потерь. Кроме того, президент поручил усилить наблюдение и контроль за ценами на продукты и лекарства после того, как министр экономики Медхад Шаги Ахметов сообщил, в Татарстане выросли цены на социально значимые продукты. Например, крупы, муку, сливочное масло и сахар. Рустам Мениханов поручил четко следить за необоснованным повышением. Быстро реагировать надо на такие. И оптовые звено смотреть, и розницу. Значит, через розницу мы сразу увидим, откуда он получил, как получил. Быстро принимать решение. Вот я обращаюсь к главам тоже. Такую же работу надо на местах организовать. Сегодня Рустам Мениханов обратился к федеральному правительству с просьбой поддержать индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Сейчас пособия по безработице положены гражданам, которые уволены после 1 марта. Но здесь нет двух категорий. Президент попросил Михаила Мишустина включить предпринимателей и самозанятых в этот список. Это касается только тех самозанятых, кто хотя бы раз оплатил налог. Завершающаяся неделя получилась провальной для особого режима в республике. За 17 дней были зафиксированы чуть ли не самые низкие показатели индекса. Цифры самоизоляции в крупных городах упали до 2 баллов из 5. На улицах стало многолюдно. Ситуацию и цифры сопоставил Салават Мухаммадуллин. Эта неделя нам дала самые низкие результаты соблюдения режима самоизоляции. Уже в понедельник индекс в Казани был всего 2,7. На 1,1 меньше показатель получился в набережных Челнах. Чуть лучше картина в понедельник была в Нижнекамске, но это при максимальном значении в 5 баллов. Смотрите, сколько не дотягиваем. Особенно многолюдно на улицах городов стало в среду. Эффективность особого режима в муниципалитетах упала. В некоторых городах индекс снижался почти до 2 баллов. И в этот день стало известно о 4 новых случаях коронавируса в Челнах и 5 в Высокой горе. Еще в начале апреля индекс самоизоляции в Казани не опускался ниже планки в 3,6. На этой неделе показатель упал на целый балл. В то же время за 5 дней количество подтвержденных случаев коронавируса в республике выросло аж в 2 раза. Мы не говорим, что эти цифры связаны напрямую. Но точно ясно, что сейчас не время расслабляться. Индекс самоизоляции пора повышать и не ради цифр, а ради нашего же здоровья. При этом в Татарстане всю неделю продолжается усиленное патрулирование. Простое правило. Вышел без документов. Поехал в отделение. В зоне внимания и все. От спальных районов до центральных улиц. Сколько протоколов составили. В патруль по улицам Казани отправился и Рамиль Галюлин. Задача понятна. Сейчас для работы получаем маски и перчатки. Инструктаж и обязательные средства защиты. Перчатки с масками уже стали привычной частью экипировки полицейских. Так во всеоружии конвой отправляется на патруль. Вахитовский район, Ленинский садик. Свой патруль инспекторы начали с самого центра города. И во время отхода особое внимание они уделяют не только дворам, но и паркам, и скверам. И как мы видим, пока здесь довольно безлюдно. Но и редкие прохожие без внимания не остаются. Тотальной проверки, как и видеосъемки, казанцы оказались не рады. Не снимайте. Вы только не снимайте. Эту женщину остановили недалеко от дома. Говорит, что вышла в магазин. Все законно. Документы с собой. А это улица Татарстана. Людей здесь гораздо больше. И нарушителей режима долго искать не пришлось. У этой женщины с собой ни справки, ни смс-пропуска. Ни внятного объяснения, куда направляется. А затем гражданка и вовсе пыталась уехать на автобусе. Но не тут-то было. Теперь объясняться ей придется в отделе полиции. Такие рейды сейчас проходят во всех районах столицы. Полицейские говорят, время бесед закончилось. Штрафы за нарушение самоизоляции до 30 тысяч рублей. С начала режима выписано уже больше 5 тысяч постановлений. Ромель Галиулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Что для одних беда, для других нажива. Только за эту неделю полицейские республики зафиксировали массу нарушений, связанных с коронавирусом. Поддельные справки, подпольное производство антисептиков, незаконная продажа масок и другое. Самый свежий с водкой нарушений Алия Хайрудинова. Как только наступила пандемия, владелец этого склада не стал терять времени даром. Организовал подпольное производство антисептиков. Можно в розницу, можно оптом в канистрах. 23-летняя девушка, которую задержали полицейские, как раз продавала 20 литров такой жидкости. Нажиться на дефицитном товаре решил и этот предприниматель. Никаких документов на продукцию у него не было. А эти так называемые бизнесмены решили заработать уже на масках. Естественно, незаконно. Продавали большими партиями без лицензии и сертификатов. Всего обнаружено 10 тысяч штук по 34 рубля за маску. Некоторые умудряются нахимичить и со справками. На этой неделе с поддельными документами сотрудники полиции задержали двоих жителей республики. Один из Нижнекамска, другой из Челнов. В справке якобы от работодателя мужчины предъявили намеренно. Видимо, не знали, что за такое нарушение грозит арест на срок до 6 месяцев. В погоне за прибылью коронавирус не пугает и владельцев заведений. Вот, к примеру, Альметьевск. Здесь кафе работало в обычном режиме. В момент проверки находился посетитель, который ожидал свой заказ. Владельца общепита теперь ждет штраф. 100 тысяч рублей заплатят и владелец одного из кафе Казани. Во время проверки полицейские установили, что продукцию посетителям продают через кассу внутри помещения. Наказание ждет распространителей фейковой информации. Одна из последних по продуктовым наборам. Пожилым людям приходят сообщения с просьбой перезвонить на номер и озвучить фамилию, имя, отчество, адрес, возраст, номер телефона. Этого делать нельзя ни в коем случае. Олег Ирудинова, Зарина Ахметова, ТНВ, Татарстан. И вот новый фейк. В соцсетях гуляет сообщение якобы с 20 апреля. Прежде полученные пропуска утратят силу и начнутся облавы на нарушителей. При этом авторы ссылаются на наших коллег ГТРК Татарстан. Сегодня руководство этого канала официально опровергло это сообщение. Телекомпания призывает не верить фейкам и ориентироваться на выпуски новостей и их официальный сайт. Пока одни на самоизоляции дома, другие на работе. Это сотрудники предприятий непрерывного производственного цикла, которые обеспечивают поставку света, воды и тепла. Так, на Нижнекамской ТЭЦ работа организована в казарменном режиме. Сотрудники не выходят за пределы предприятия. Зарина Ахметова увидела, как живут и работают энергетики. За 40 лет работы теплоэлектростанции в таком режиме она функционирует впервые. Вместо 500 человек, обычно работающих на ТЭЦ, в казарменном режиме осталось чуть более 200. Этот так называемый спецназ обеспечивает стабильную работу предприятия, несмотря ни на что. Ведь они снабжают энергией почти полгорода. Все понимают, что такое бесперебойное снабжение объектов жизнеобеспечения. Это и промышленное предприятие, это город. 250 тысяч людей за нами, которые мы обеспечиваем теплом на отопление, на горячее водоснабжение. И все поставленные задачи, я думаю, мы без проблем выполним. Сколько надо, столько будем. Чтобы коллектив чувствовал себя и на работе, как дома пришлось создать домашние условия. Завезли телевизоры, поставили настольные игры, докупили инвентарь для спортзала. Есть даже свой кинозал. Плюс постоянная уборка и дезинфекция помещений. Можем сходить и фильм посмотреть. То есть мы успеваем и отработать, и успеваем, и слава богу, отдохнуть. Настрой хороший. Все условия у нас есть. Что в быту, что по питанию, коллеги все позитивные. Мы друг друга очень сильно поддерживаем. Некоторые на изоляции раскрыли свои таланты. Так аппаратчик Владимир Логачев начал писать стихи. Мы любим страну, что бы в ней ни творилось. Пусть мир пандемии терзает сейчас, но время пройдет и рассеется вирус. А мы максимально приблизим тот час. Конечно, общение с родными и близкими все это никак не заменит. Но специалисты понимают, что это вынужденная мера. Зарина Ахметова, ТНВ, Нижнекамск. Отсрочку от апрельского платежа за соципотеку уже получили 104 семьи из Татарстана. Об этом сообщили в Госжилфонде Республики. У семьи проблемы с платежами из-за коронавируса. Для получения отсрочки нужно написать заявление на сайте Госжилфонда. Платеж будет распределен на следующие 12 месяцев. Всего за прошедшие три недели заявление на кредитные каникулы подала 231 семья. 27 семьям предложили реструктурировать задолженность. Еще 100 обращений находятся на стадии рассмотрения. Также принято решение о предоставлении каникул по арендным платежам. Те компании, которые арендуют у Госжилфонда коммерческие площади, могут написать заявление и получить трехмесячную отсрочку оплаты за аренду. Это не касается продуктовых магазинов, аптек и других организаций, работа которых не приостановлена. Проблемный дом на Достоевского достроит фонд защиты прав дольщиков Татарстана. Это один из первых домов в стране, когда долгострой достраивают с использованием нового механизма софинансирования за счет федерального и регионального бюджетов. Прежним застройщиком объекта был обанкротившийся свей. Теперь фонд защиты прав дольщиков намерен достроить здание, восстановив права более 300 пострадавших граждан. Ремонтным работам на транспортных артериях республики в этом году быть, несмотря на напряженную обстановку. К примеру, только в Челнах за пять лет по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на капитальный ремонт дорожного полотна было выделено более 110 миллиардов рублей. Где же еще в Татарстане появилась дорожная техника и какие дороги отремонтируют, узнала Алия Харудинова. В этом году дороги Автограда ждет глобальное обновление. Пять улиц и один мост. На ремонтные работы из местного, регионального и федерального бюджета выделена внушительная сумма – 2 миллиарда 230 миллионов рублей. Из них 124 миллиона уже осваиваются в ходе капитального ремонта улицы Раскольникова. Приступили к работам и на мосту Нижнекамской ГЭС. Без закрытия одной стороны движения эти работы выполнить невозможно. Мы взяли период с 8 апреля по 8 мая. К концу лета строители рассчитывают преобразить за лесный проспект на улицу Шамили Усманова. Затронут работы и часть машиностроительной улицы. На отрезке двиной в 3 километра появятся две новые полосы движения за счет сокращения разделительной полосы. А также тротуары и обновленное освещение. На это почти 300 миллионов рублей. 90 тысяч квадратов покрытия будет меняться. То есть из них 20 тысяч квадратов новая дорожная одежда. И 70 тысяч квадратов это существующая дорожная одежда. А вот здесь челненских дорожников не видели никогда. Это местность, путь до яхт-клуба. В этом году сезон для членов клуба и воспитанников спортшколы начнется в прямом смысле. Гладко. По новой впервые построенной дороге. Появится стоянка на 32 стояночных мест. Все это будет оборудовано бородюрами. И увидят, что действительно парусный спорт в городе есть. А не то, что это было раньше. А это проспект Шинников. Нижнекамска дорожники уже сняли покрытие по середине проезжей части. Позже здесь высадят газон и деревья. Сама дорога будет трехполосной. На эту дорогу выделено 356 миллионов денег. То есть работа началась 14 апреля. И ориентировочно завершаем работу где-то в октябре месяце. Займутся дорожники и проспектом Мира. На ремонт этой дороги выделено 120 миллионов рублей. Алияха Ирудинова, Светлана Звонарева, ДНР, Татарстан. С окончанием Великого Поста и наступающим праздником Воскресения Христова татарстанцев поздравил Рустам Мениханов. В этом году Пасху отмечают в непростых условиях, отметил президент. Искренне рад, что православные, наравне с мусульманами и представителями других религий осознают высокую степень ответственности перед обществом. Уверен, что следуя призывам патриарха Московского и всея Руси, верующие встретят праздник с радостью. «Желаю вам мира, здоровья, оптимизма и душевного благополучия», написал Рустам Мениханов в своем поздравлении. В этом году миллионы верующих Пасху проведут в совершенно новых условиях. Все храмы закрыты для прихожан, поэтому освящают куличи и молятся православные дома в кругу самых близких. Однако богослужение пройдет в каждом храме. Как к нему присоединиться, расскажет Наталья Мезина. Славков яйца исчезают десятками от творог килограммами. Позади 48 дней Великого Поста и православные торопятся украсить стол главными пасхальными дарами. Мы купили сметану, туда добавим масло, сгущенку, отсидим и будет Пасха. Ну, конечно, куличи я для всех. У меня три сына. Я каждому сыну подарок. Я пеку в субботу, чтобы не съелись они. Вот, очень, очень тяжело удержаться. Кто-то печет сама, кто-то выбирает ароматный кулич в пекарне. Самый большой на всей семье. А это уже как душа подскажет. Тем более куличи почти все уже освященные. Каждую партию батюшка окропил святой водой. Благословляется, освящается куличи. Осветить пасхальные дары можно и самостоятельно. Благословление на это дал патриарх Кирилл. Можно пропеть три раза тропарь Пасхи и осветить кулич. Все храмы сейчас закрыты для прихожан. Но здесь все по расписанию. В Раифе идут последние приготовления. Пекут куличи по старинному рецепту. И стоят у нас на расходе. Детки у нас поднимают. Украшают плащаницу и готовятся к крестному ходу. Сегодня у всех верующих Великая Суббота. Еще ее называют Тихой. И в этом году это особенно заметно. Если раньше здесь яблоко негде было упасть, то сегодня пусты на все церковные площади. Молиться и встречать праздничную ночь православные будут дома, но не одни. Ровно в 23.30 из Буговичинского собора начнется прямая трансляция пасхального богослужения. Ее прочтет митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Каждый зритель по ту сторону экрана сможет лично поприсутствовать на ней. Телеканал ТНВ представляет такую возможность увидеть все в прямом эфире с ощущением личного присутствия. У нас большая творческая бригада. И колокольный перезвон в каждый дом принесет благую весть о начале светлого Христового Воскресения. В этот день мы, верующие люди, отмечаем воскресение Христа из мертвых. Это день победы над смертью. Светлый праздник просят не о земном, а сокровенном. Церковные служители говорят, это испытание поможет ценить то, к чему мы привыкли. Свободно посещать храмы и участвовать в богослужениях. А пока что свой дом – это малая церковь для каждого православного. Ведь Бог живет не в храме, а в душе верующего. Наталья Мезина, Александр Лобанов, ТНВ, Татарстан. В этот тихий вечер и светлый праздник мы напоминаем, проведите его дома в кругу своих близких. Песня «Лети, как птица в дам, Ведь где-то там, где жили сной, Стоит у речки синий дом родной, Где ждет меня любимая и верная, Тихий мой причал, И вечером в саду из дома слышатся Лишь звуки пола небеса». Так заканчивается неделя. Интернет-версию итогов прошедших шести дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Ну а сейчас самое интересное, и за неделю вы увидите в традиционной субботней рубрике «В сети». Я же с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго. Берегите себя. Всем привет. Еще одна неделя самоизоляции подходит к концу, и что же она нам принесла? Что было интересно, забавного, а что просто повергло в ужас? Это рубрика в сети. Начнем. Как проходит самоизоляция в Татарстане? Много различных флешмобов. Кто-то поет, и даже на балконах. А где-то вообще дискотека. Так что, друзья, не унывайте. Проводите это время с позитивом. Спасибо, что вы с нами продолжаете. Но если вдруг кто-то хочет выйти, то знайте, что это может быть очень необычно, потому что многое изменилось. Думаю, в далеком будущем так и будет. Всех будут сканировать роботы, и будет следить за каждым персональный дрон. Даже страшно немного. А вы готовы уже к этому? А кто-то при выходе из дома встретил самого... Добрый день. Сейчас лучше и безопаснее находиться дома. Ну, нельзя же так народ-то пугать, а? Инфаркт может случиться. После такого я бы точно зашел домой и годик-другой бы переждал. Дистанционное образование. Тема, которая уже несколько недель висит в топе запросов Яндекса. Причем уже, наверное, не само дистанционное образование в топе, а реакция родителей на это. Давайте сейчас послушаем аудиосообщение одной из родительниц. Давайте по видеозаписи попробуем так, чтобы напрямую. Мы будем показывать ноутбук, кунделик включим, и вы будете показывать. Куда что нажать, иначе я его убью. Но ладно родители. Муж одной из учительниц обратился к директору школы со следующей претензией. Уважаемый директор школы, Наталья Викторовна больше уроки вести не будет по интернету, потому что я весь на нервах. Жрать не готовят, супружеский обязанность не исполняет, сидит только у компьютера с утра до вечера. Но и это, друзья, не предел. Одну учительницу вообще ученики довели до слез. До слез счастья. Вот такое у нас многогранное дистанционное образование. Но я думаю, после такого начнем более тщательно и ответственно развивать данное направление. А сейчас наша традиционная рубрика в сети с президентом. Рустам Миниханов вот таким милым татарским комиксом призвал всех жителей республики остаться дома. А 12 апреля традиционная площадь свободы в инстаграм президента стала немного космической. Ну, сами понимаете, в честь чего. Да и не только площадь свободы. Получилось очень классно. А дальше еще интереснее. Пользователь инстаграма Данил Шаймулин, говоря одним словом, заморочился. Он скачал все фотографии площади свободы с инстаграма президента, подровнял их, и вот что получилось. Завораживает, не так ли? Один из ярких примеров того, как во время самоизоляции проявить свое творчество. На этом сегодня все. Пишите, присылайте забавные фотографии, интересные видео и смешные новости. Короче говоря, будьте в сети. И самое главное, дома. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok 2-167-166. Адрес в останет 23. По данным сервиса Яндекс.Погода. 19 апреля на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Ознакаево, переменная облачность, без осадков, ночью около нуля, а днем плюс 10. Небо с северо-востока Татарстана прояснится. Синоптики осадков не обещают. До 10 градусов с плюсом. На севере Татарстана облачная погода с прояснениями. Днем воздух прогреется до плюс 11. А вот на северо-западе, в Арске, в Кубмаре, Балтасе, днем пройдут дожди. Ночью около нуля, а днем плюс 9. В эти дни погода располагает сидеть дома и никуда не спешить. Небольшой дождь пройдет и на юго-западе Татарстана. Температура воздуха плюс 8. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыши, переменная облачность, преимущественно без осадков, тут также теплеет до 10 с плюсом. В понедельник температура продолжит повышаться. Вероятность осадков будет небольшой. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы не рекомендуем соглашаться на сложное хирургическое вмешательство. Всего один укол позволяет спасти разрушенный сустав даже на поздней стадии артроза и при некрозе. Приходите в «Доктор Ост», убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. В Казани ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Ночная температура 2 градуса с плюсом, а днем плюс 8, плюс 10. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферные давления повысятся и составят 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 65%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация к данной минуте. В студии была Лейла Латыпова. Приятных выходных в Круглийских. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин